Всем привет! Сегодня я хочу ответить на вопросы моих подписчиков. Я готовила видео о том, как я пришла в сетевой маркетинг. И сегодня я хочу ответить на те вопросы, которые поступили как раз к этому видео. Вопросы поступали в разных местах. Возможно, какие-то я вопросы не увидела, потому что они писались под другими видео с какими-то обзорами на продукты. Я старалась как-то вытаскивать и размещать у себя вопросники для того, чтобы можно было подготовить. Но, возможно, я что-то упустила. Поэтому, если я что-то все-таки упустила, то ВКонтакте у меня есть группа, где есть вопрос-ответ. То есть, все вопросы, которые вам интересны, если, допустим, какой-то я сейчас вопрос не полностью раскрою, или, допустим, я просто упустила тот вопрос, который вы задали мне под каким-то другим видео, то оставьте мне там, в группе ВКонтакте, в теме обсуждений вопрос-ответ. И я там обязательно отвечу, как соберется достаточное количество вопросов. Поступил вопрос одной из подписчиц. К сожалению, я имя не выписала. Вопрос звучит так. Смотрю каждое видео. Ваше для себя решило воспользоваться теперь возможностью увеличения продаж. Подарок в виде пробника. Потому что я говорила о том, что хорошо было бы иметь пробники каждому консультанту. И эти пробники можно давать либо своим клиентам, крупным каким-то постоянным клиентам в виде подарка, либо просто давать своим знакомым, друзьям пробовать, и потом эти пробники забирать обратно. Потому что это очень сильно увеличивает продажи. А еще я собираюсь летом попробовать проводить мастер-классы. Понаскачивала видео, сама пользуюсь средствами серии фитокислород, и могу поделиться впечатлениями. Поэтому вопрос. Расскажите в своем видеоролике ваш опыт в мастер-классах, как вы проводили все до мелочей, с кем вы проводили, средства выбранные вами, результат, стоило ли это потраченном времени или нет. Ну и все. Тут уже пошло продублированные вопросы. Начну с того, как я начала вообще проводить мастер-классы и как я научилась проводить мастер-классы. Тогда мастер-классы проводила Пушкарева Ольга у нас, директор Фаберлика здесь в Саратове. Я буквально там два раза посмотрела. То есть я два раза пришла и посмотрела, каким образом она делает на модели. И потом уже в следующие разы, то есть потом после этих двух раз, когда я посмотрела, я решила делать это сама. На тот момент у меня уже было около ста консультантов, которые я зарегистрировала. И они у меня зарегистрировались, но ничего не брали практически. То есть они были такими вот неактивными консультантами. Я думала, каким образом их можно расшевелить, каким образом их заставить, ну в кавычках, конечно же, заставить делать заказы. И я решила, что необходимо каждого консультанта, которого я зарегистрировала, провести через мастер-класс, протащить через мастер-класс. Потому что мало человека зарегистрировать, ему нужно на себе попробовать продукцию, насколько она ему подходит, подходит, не подходит. И вообще, в принципе, человеку интересно попасть бесплатно на какой-то косметический сеанс, где ему сделают там комплексный уход за лицом. Поэтому на тот момент у меня было около ста консультантов и очень было мало активных. То есть если посмотреть процент активности, у меня был где-то примерно 10-15 процентов. А это никуда не годилось, то есть получается из 100 человек брали продукцию, заказали продукцию, всего лишь 15 консультантов. И что сделала я? То есть я всех консультантов обзванивала, говорила, что сейчас в компании Фиберлик проводится акция, мы бесплатно всем проводим косметические сеансы. И у меня есть такая возможность, либо вас пригласить в какой-то офис, но я как-то тогда склоняла их все-таки больше к второму варианту. Либо я говорила, есть такая возможность вообще приехать мне к вам лично и провести этот косметический сеанс у вас дома в любое для вас удобное время и день, соответственно. Но у меня не было такого, чтобы у меня все отказывались и говорили, боялись приглашать меня домой. Это были всего лишь единицы, которые говорили, нет, я не могу вас к себе пригласить. И то как-то вот завуалировано, как-то, ну, такими обходными путями, но это, как правило, понятно. Если человек не хочет приглашать к себе домой, это понятно. Я как бы оставляла этого человека в покое. Я ни одного мастер-класса в итоге не провела в офисе, потому что на тот момент у меня офиса не было, а мне не совсем было удобно ездить в офисы, в другие офисы города Саратова, потому что я не знала, у кого какое там оборудование, есть ли где человеку там расположиться, лечь, сесть, допустим, есть ли у них какие-то кушетки для проведения мастер-классов. Так как я этого не знала, и поэтому мне было удобнее и легче приехать к человеку домой. Я брала с собой всю косметику, которую я проводила, мастер-класс, да, с помощью которой я проводила мастер-класс. Прежде чем поехать, я узнавала прежде всего, какой у клиента кожа, какая у клиента кожа лица. Какой тип кожи. Это сухая, жирная, комбинированная, нормальная кожа. Если человек не мог определиться, то я полностью брала все для жирно-комбинированной кожи и для сухой нормальной кожи средства брала. Это не так уж и много получалось. Плюс ко всему я еще помимо того, что я брала свои рабочие экземпляры, да, с которыми я проводила косметические сеансы, я дополнительно еще брала упаковки, новые упаковки всех средств. Потому что, допустим, многие очень хотели после того, как я проводила мастер-классы, сразу брать все, то, что у меня есть в наличии. Они не захотели оформлять заказы. И это было мне хорошо, потому что я свои личные объемы в то же время делала. Как я уже сказала, я брала консультантов, все, которые у меня зарегистрированы, эти 100 человек, распечатала отчет по всем своим консультантам. И потом каждому консультанту я звонила и приглашалась к ним домой на косметический сеанс. Это было летом, то есть я делала это летом. Я проводила три мастер-класса в день. Я делала себе три часа промежутки между мастер-классами, потому что мне необходимо было, например, из одного района города поехать в другой район города. Иногда мне приходилось в соседний город, который у нас недалеко расположен, город Энгельс, туда ездить на эти косметические сеансы. И поэтому я назначала так консультантам косметические сеансы, для того, чтобы приехать к ним домой, чтобы у меня был промежуток между ними примерно три часа, чтобы у меня была возможность доехать до места. Ну, опять же, я смотрела, я выбирала так, чтобы мне и поближе они были, как-то находились. Но это каждый для себя выберет способ, как ему лучше. А в итоге я объездила всех этих сто консультантов за все лето. Мне потребовалось там три месяца для того, чтобы поехать, да, и всем провести косметические сеансы. И это дало мне большие результаты. О результатах скажу дальше, потому что, по-моему, я уже отъехала немножко от вопросов. Как вы проводили все до мелочей? До мелочей я вам, естественно, не скажу, как я это проводила, потому что, ну, это не знаю, это надо присутствовать с человеком для того, чтобы посмотреть, как все от и до все это проводилось, весь косметический сеанс. От момента, когда я звоню человеку, да, и до, не знаю, до того, как я с ним прощаюсь. Это нужно все в любом случае смотреть. Вот за ручку взять, допустим, с вами поехать и посмотреть. Если вы будете в Саратове, если вы проживаете в Саратове, если вы проживаете в Саратове, если вы будете как-то проездом в Саратове, то со мной можно созвониться, и я, возможно, с вами съезжу домой кому-то, либо, допустим, мы здесь в офисе проведем. Очень хорошая статья, мне понравилась в 48-м журнале. Эту статью написала Римма Корнеева, и она пошагово, поэтапно расписывает и рассказывает, как проводить мастер-классы. Статья очень интересная для начинающего консультанта, который не знает, как это делать. Как делал я? Я себе брала, независимо от того, какой возраст у человека, я прежде всего спрашивала про тип кожи, который у него есть. Если мне человек говорил, что у него жирная комбинированная кожа, то я брала вот такой вот крем, вот такой вот тоник, то есть все брала из этой вот серии, из серии фитокислород. Если, допустим, человек говорил, что у него сухая нормальная кожа, от таких было меньшинство, потому что в основном у многих жирная и комбинированная кожа, и в основном я ездила к девушкам своего возраста, а в основном, опять же, повторюсь, в основном у девушек моего возраста это кожа жирная или комбинированная, это ближе к такому возрасту, как 45-50+, кожа становится более суша, а таких у меня консультантов малое количество было. Для тех, у кого кожа все-таки была сухая нормальная, я брала все средства вот из этой вот дневной серии и делала всеми средствами из этой дневной серии. Также я планирую готовить ряд видеороликов, где я прям покажу бэкстейджем, такими краткими кадрами, как всю процедуру косметического сеанса я провожу. Это, скорее всего, будет не короткий ролик, а длинный ролик, где я буду на модели показывать, как, что делать, в каких направлениях, какая кожа, что делать, по каким линиям делать, что наносить, в какой последовательности наносить. Это, естественно, не такой процесс, немало времени занимает. То есть мне договориться надо сначала по съемке, найти человека, найти модель, которая было бы удобно подстроиться под мое время, а ей под мое время подстроиться. Это мне нужно согласовать все это с видеооператором, поэтому съемка все-таки это займет все-таки достаточно такое большое время. Не знаю, постараюсь, конечно, сделать в ближайшее время, но я обещаю, но не факт, что это может случиться так скоро. Значит, как вы проводили все до мелочей? Ну, я вам уже сказала, с чего я начинала. То есть у меня были консультанты, зарегистрированные, с которыми я созвонилась и договорилась им провести мастер-класс, косметический сеанс у них прямо дома. Отказавшихся у меня очень было мало, ну, прям редко. В основном как-то все шли на встречу, вот. И, ну, не знаю, у меня с этим проблем вообще не было. Меня вот задают вопрос, как это вообще они к себе звали домой, как они не отказали, потому что все-таки мы боимся незнакомого достаточно человека, которого мы там раз вообще видели при регистрации, звать домой. Ну, как-то у меня с этим проблем, говорю, не было. Может быть, как-то я говорила, какие-то фразы, не знаю, не могу сказать. С кем вы проводили? Да, кстати, я на этот вопрос ответила. С кем проводила? Это со всеми консультантами, которые зарегистрированы. Третий вопрос. Средства, выбранные вами? Ну, опять же, я на него ответила. Если у человека жирная комбинированная кожа, я беру вот эту вот всю линию фитокислород. Если сухая, нормально, вот эту вот линию беру из сухой кожи. Что здесь есть в этих линиях? Здесь есть практически все, что нам нужно для проведения мастер-класса. Единственное молочко для умывания я заменяю, пенку беру. Раньше я брала из люксовой серии пенку, сейчас беру серию премиум, пенку серии премиум. Глаза я умываю бифазным тоником, бифазным лосьоном. Здесь я умываю кожу лица премиум, пенкой премиум. Тоником я протираю для соответствующего типа кожи. Потом я начинаю чистить лицо. Скрабить тоже можно лицо любым скрабом, либо трехэтапной системой АБС. Можно делать полностью комплекс, либо можно, допустим, просто какой-то обычный скраб для лица и чистить скрабом. Маску беру тоже из этой, либо из этой серии, в соответствии с типом кожи. И крем наношу тоже, вот из этой серии. Крем для век можете подобрать любой, если хотите возрастной, если у вас женщина там 35+, 45+. Но я обычно брала стандартные крема для век. Это вот для серии кислорода, биокислород. Я брала крем-маску для века, ей наносила. Четвертый вопрос. Результат. Стоило ли это потраченного времени? Да, это стоило на 100% потраченного времени. Скажу почему. Мастер-классы я стала проводить все три месяца. То есть, вот с момента того, когда я нарегистрировала 100 человек, у нас как раз наступило лето, и я решила в лето проводить мастер-классы. Я провожу мастер-классы и думаю, почему у меня обороты не увеличиваются. Да, я вроде бы делаю, каждый день езжу. У меня прошел так июнь, июль, август. Я вообще не сдавалась. То есть, я тот человек, который вот, ну, я не знаю, мне нужно, если я вижу цель, я обязательно до этой цели дойду. Я вижу, что да, у меня эти люди, они не оформляют даже заказы. Да, есть единичные какие-то оформления, но это не массово. Я приезжаю, каждый день делаю по три мастер-класса. В неделю это получается около 20 мастер-классов. И в результате у меня лишь единицы оформляют заказ. Но летом, как правило, снижается деловая активность. Многие находятся в отпусках, кто-то отъезжает, там, я не знаю, на даче, к бабушкам, из города вообще выезжает, в другие страны отдыхать. И поэтому деловая активность вообще летом снижается. И дивиденды как раз от проведенных мастер-классов стали начисляться в сентябре, октябре и в ноябре. Я в июле, июне, августе держала оборот 600 баллов. Значит, в сентябре я сделала, по-моему, 1000 баллов. В октябре я резко сделала 1500 баллов. И потом в ноябре и в декабре у меня дошло до 3000 баллов. То есть я резко стартанула. Те вложения, те усилия, которые я прилагала в летние месяцы, они мне залпом выстрелили как раз в осенние месяцы. Поэтому результат, конечно, от потраченного времени, он 100%. Плюс ко всему, как я уже сказала, я брала себе обязательно дубликаты, новые коробочки, новые упаковки всех тех средств, которые я проводила в мастер-класс. И мне обязательно что-то из этого брали. Я брала с собой декоративку, я брала с собой себе уходовые средства. В то время, в общем, у меня машины не было, я все это возила в пакетике. Пакетик был достаточно такой тяжелый, но как-то это мне тоже не особо останавливало. И я много что из того, что я привозила людям на мастер-класс, на косметические сеансы, я много что продавала. В принципе, я ответила на этот вопрос, такой достаточно широкий вопрос. Я вам посоветовала бы взять вот такой вот журнал «Страна по Берлик». Это 48-й номер, здесь Римма Корнеева. На каких-то страницах вы здесь найдете, она подробностях расписывает, как вообще проводить все эти косметические сеансы. Ждите в какое-то, но не ближайшее время, я буду готовить ролики как раз на тему проведения вот этих косметических сеансов.